Так, я в эфире. Телефон, надеюсь, нормально установила. Сегодня поговорим про финансовые риски частного психолога. Тема актуальна. Я вижу, что у некоторых есть путаница по психологии, по продвижению себя как практика по методу телесной терапии, аксесс-барс. Аня, доброе утро. Будут вопросы, задавайте. Сегодня решила поговорить про финансовые риски психолога, практиков аксесс-барса. То есть, что я вижу часто, мы смотрим на других психологов, тренеров, и нам кажется, вот они такие классные, как же у них всё получается. Но за этим есть верхушка айсберга, а есть то, что под водой. То есть, часто мы не видим многолетнюю работу. Ну вот, что я замечала у коллег, например, по методу терапии, аксесс-барс. Что есть иллюзия, что сейчас я пройду один день курса и стану практиком. Пройду три раза обучение и стану преподавателем аксесс-барс. И сразу клиенты ко мне побегут рекой. Так не бывает. То есть, это психологический бизнес, тут есть риски финансовые в том числе. Аня, доброе утро. Будут вопросы, задавайте. Сегодня поговорим про финансовые риски психолога. Например, возьмём мой случай. То есть, в том месяце условно 50 тысяч я в рекламу вложила. В 14-ю группу по психологии придут студенты или нет, я не знаю. Вот они риски. По методике аксесс-барса, обучение в Санкт-Петербурге, пока реклама, она не очень... Ну, я пока не вижу, как возврат на вложенные деньги. То есть, это какой-то путь. Но часто, что я вижу у коллег, есть иллюзия, что вот сейчас я пройду обучение, и всё у меня будет классно. А дальше надо системно работать. На всякий случай, сразу это проговариваю. В шапке профиля есть 4 урока курса из платной обучающей программы. Четвёртый урок называется «Маркетинг психологических услуг». Там чётко показан алгоритм до первых клиентов. То есть, алгоритм, он не секретный. Секрет, что это всё надо сделать. А потом, как сказать, этот алгоритм под себя подстроить. То есть, посмотреть, что именно у нас работает. Скажу свой пример. Вот раньше мне казалось, что я в группу могу много студентов собирать. Потом я поняла, нет, всё-таки моя уникальность — собирать маленькие группы. То есть, и на этом делать акцент. То есть, каждому психологу надо посмотреть, что у нас лучше получается. То есть, алгоритм по маркетингу, он один. Ну а дальше надо тестировать, что получается, что нет. То есть, шапке профиля можно получить 4 урока абсолютно бесплатно. И четвёртый урок — «Маркетинг психологических услуг». Аня, для вас, так как вы прошли обучение в школе, может быть, будут какие-то повторения. Ну, повторения мать-учения, что-то ещё. Ну, будут ещё вопросы? Пишите, хорошо. Помню, что вы уже планируете в ближайшее время рекламу давать. То есть, очень горжусь вами. И желаю за год системной работы выстроить свою систему привлечения клиентов. То есть, это какой-то путь, можно сказать, как боксёры, пороже получать будем. То есть, иногда кажется, вот, вложили деньги в рекламу, а где результат? А результат может быть отложенный, как вспоминаем, зефирный эксперимент. Надо, хочется сразу зефирку съесть. Но если мы её не сразу съедаем, со временем мы можем больше зефирок получить условно. То есть, путь такой большой, взрослый, получится не у всех. Вот то, что вижу у коллег, практики по Аксес Барс, преподаватели по Аксес Барса. Вот то, что я вижу, преподаватели Аксес Барса по телесной терапии системно работают, системно дают рекламу. И у этих преподавателей всё достаточно хорошо. Практики по методу Аксес Барса системно работают, системно дают рекламу, сарафанное радио. Получается, кто сидит и ждёт, с моря погоды, ну, можно 10 тысяч тренингов пройти. Мы получаем только навык, как работать с клиентом. Но есть ещё как отдельный навык, это навык привлекать клиентов. То есть, это отдельный навык, он тоже тренируется. Вот, Ань, как я вам говорила, да, одна рука, это мы хорошо работаем, как специалист, а вторая рука, мы учимся, ну, продавать свои услуги, желательно дорого. Понятно, это какой-то путь, и можно постепенно повышать стоимость за свои услуги. То есть, у меня раньше, ну, тоже вот курс делала, длился месяц по психологии, стоил 5 тысяч. У меня было три студента, вот, в первом потоке. Или во втором, не помню, надо вспомнить, но я помню, что коллеги другие смеялись. Ой, ну, что так дёшево, чему-то можно научить за эту стоимость. То есть, кажется, второй поток курса, но я думаю, у меня хоть три студента по 5 тысяч, ну, за месяц, на два месяца, а у вас никого, а вы критикуете. То есть, смысл такой, что моя позиция, я постепенно повышаем стоимость на услуги, и, ну, это какой-то путь. Если вдруг мы резко повышаем стоимость, можем быть готовы, что, может быть, этап ямы, этап тишины, его надо пройти. Вот, вот сейчас я, например, стоимость на курс повысила осознанно. Я не знаю, в 14-ю группу кто-то придёт или нет. Может быть, этап тишины, там, условно, даже полгода. Ну, я, ну, и финансово, и эмоционально я готова подождать. То есть, тут ещё вопрос поддержки близких. У нас должны быть деньги, ну, проживать такие этапы. То есть, в первых, как... Ну, поэтому, если у нас нет возможности, ну, пройти этап тишины, я не рекомендую резко поднимать стоимость. Вот. То есть, всё поэтапно. Но какой-то свой путь. Вот как ребёнок учится ходить. Встали, упали, получили ссадину, пошли. То есть, это какой-то путь. Прямо у каждого психолога будут свои какие-то ошибки, свой путь, свои осознания. Я прям за свои деньги, за свой опыт, на своём опыте. То есть, это какой-то путь. И, ну, сейчас есть время, ещё минут 20. Сегодня иду на тренинг к Владимиру Любарову. Вот, в 10 часов. Ну, я доеду, минут 20 ехать, уже собралась. Вот, два дня работаем с 10 до 5. Тоже интересно обучаться. И напоминаю, профессиональный психолог, ну, постоянно обучается. Нам это нравится. Это наша профессиональная обязанность. Я вот вспоминаю, на юриста раньше я училась. Ну, давно, один год, 18 лет, в Кубанском университете на Рашпилевской. Это в Краснодаре. Может быть, кто знает. Вот, кубик называется, Кубанский университет. На юриста. Вот, я смотрю на юристов, которые вот сейчас работают. То же самое. Каждый год что-то меняется. Законы меняются. Надо постоянно отслеживать новые законы, что-то ещё. То есть, да, мы получили диплом юриста, работаем. Но каждый год нам надо что-то новое узнавать. Предположим, кто-то бухгалтер, да, но каждый раз что-то меняется. Вот сейчас для ИП новые правила, там онлайн-касса должна быть обязательно. Обязательно надо давать чек. То есть, каждый год какие-то, ну, свои правила, свои штрафы. И, ну, надо всё как узнавать. Тоже интересный путь. Вот. Также и в психологии. То есть, да, мы получили образование в частной программе. Либо в УЗИ, или и там, и там. Начали работать, и, ну, учимся постоянно. Но желательно и учиться, и работать. Учимся и работаем. То есть, это параллельный путь. Если берём маркетинг психологических услуг. Психолог частной практики. Когда мы работаем как предприниматели, мы привлекаем клиентов за свои деньги. Всегда есть риски. Мы вложили деньги в рекламу, раз, и никто не пришёл. Обидно, неприятно, потеря. То есть, мы, как психологи частной практики, рискуем своими деньгами. Поэтому я выпускникам, студентам рекомендую первую рекламу делать тестово. На небольшой сумме тренируемся получать подписчиков. заявки на бесплатный вебинар или на бесплатную консультацию. То есть, условно, тысячу списали, и у меня три заявки на бесплатный вебинар или на бесплатную консультацию один на один. То есть, мы должны контролировать это в хорошем смысле. Есть отдача, как ещё больше деньги на рекламу вкладываем. Ну, желательно, один и тот же специалист по рекламе. Он сам тоже будет лучше и лучше учиться, привлекать целевую аудиторию. Но риски есть. Поэтому в идеальном варианте, если мы только настраиваем рекламу, на маленькой сумме тренируемся. И сразу не ждём, что клиенты пойдут к нам горой. Может быть, по-разному. И мы должны смотреть в реальность, тестировать реальность. Ну, и надо быть готовыми. Вот я могу сказать свой опыт по Аксесс Барсе. Я как преподаватель по методу Аксесс Барс получила лицензию, тоже вложила деньги в обучение, в лицензию, в рекламу. И пока отдача, можно сказать, минимальная. Я, конечно, как палач это всё не обесцениваю. Я даю себе год. То есть, год системной работы, и я посмотрю как. Если за год я не увижу, что есть отклик, через год я не буду лицензию продлять. Я в курсе школы вела обучение по телесной методике. То есть, я своё получила. Я посмотрю, как в течение года люди реагируют именно на меня, как на преподавателя, насколько есть желание проходить обучение у меня. Посмотрю, а дальше будет видно. Плюс, мне больше нравится курс по психологии. И он у меня получается. Да, не идеально. Я не могу сказать, что я зарабатываю миллионы. Но курс по психологии, он идёт. Поэтому вот сейчас я решила сфокусироваться только реклама, курс по психологии. То есть, вот следующий запуск рекламы. Я уже не буду делать рекламу по Аксесс Барс и по психологии. Но финансово я понимаю свои ограничения. Поэтому только реклама онлайн курса по психологии. У меня вот так. Плюс студентам я рекомендую сфокусироваться на чём-то одном. Если мы 10 раз запустили рекламу на чём-то одном, условно, и дурак уже научится. А если мы здесь рекламу дали по одному направлению, по третьему, будет расфокусировка и сложно будет отследить. Но желательно на чём-то одном натренироваться. 10 раз делаем запуск по рекламе, консультации, либо групповая работа. Мы уже научимся. Вчера с коллегой разговаривали по методу Аксесс Барс. Я смотрю её страничку, Наталья. Она пока только как практика Аксесс Барс, и она думает, стать преподавателем по этому методу или нет. Я ей говорю, что, возможно, тебе надо найти свой путь. Если бы у меня было бы только преподавание телесной техники Аксесс Барс, возможно, я бы целенаправленно эфиры на эту тему проводила, рекламу на эту тему проводила, системно работала, работала. Результат был бы обязательно. Просто я минимально... Но сейчас буду усилия прикладывать приглашение на обучение Аксесс Барс. То есть я сфокусирована на курсе по психологии. На её месте я, может быть... Ну, так как она только практика Аксесс Барса, и она думает, преподавать этот метод или нет, если она купила лицензию, прошла обучение, то я бы сфокусировалась по рекламе, по эфирам только на Аксесс Барс. То есть продавать свои услуги как телесный терапевт по этой методике и как преподаватель. Я бы так сделала. Ань, есть какие-то размышления? Пишите, если хочется что-то обсудить. Вот Рана встаёт, тому Бог даёт. Рана встаём, все молодцы. Итак, про кривую бандуры напоминаю. Есть две этапы ямы. Это исследование американского психолога. Когда мы идём в новую профессию, когда мы приобретаем новые навыки или вступаем в новые взаимоотношения, будет два этапа. Сначала новичкам везёт, потом этап ямы, причём очень глубокий. И не все его проходят. Психологи, практики Аксесс Барс, преподаватели по методу Аксесс Барса, преподаватели по тета-хиллингу, по рейкам, я не знаю, преподаватели йоги, коучи, психологи, маркетологи, юристы, бухгалтеры. Кто не проходит вот эту глубокую яму, они уходят из профессии. То есть, ну, американский психолог Бандура, он же это всё научно исследовал. Эти этапы проходят все. Четыре урока получите в шапке профиля, кто не получал. Изучите эту тему. То есть, и психолога тоже ждут эти этапы. На этапе ямы важна сила воли, поддержка коллег и системно работаем. Будет эмоционально, ну, сдуваемся. Когда, условно, когда мы сеем, да, посеяли помидоры, но пока нет урожая, нам же не надо ходить плакать, вот, где мои помидоры, надо усиленно, как, убирать сорняки, поливать. То есть, и в своё время мы получим плоды. Но этап ямки, он будет, пока ещё, когда мы не видим урожай. И на этом этапе, я замечала, остаются не все. Не все психологи, коучи, там, практики по тета-хилингу, по аксесс-барс. То есть, надо любить это дело, надо осознанно выбрать это и системно работать. Так, Аня, тоже хочу поделиться. Буду настраивать таргет ВКонтакте, в Инстаграм. Подумала, можно разные источники задействовать и посмотреть, как будет идти результат. Согласна. Я тоже пробовала Google, Яндекс.Реклама, Инстаграм. Пока только у меня реклама Яндекс.Директ. Ань, вы... Единственное, если у нас бюджет ограничен, надо смотреть, сколько стоят услуги специалиста. Если и ВКонтакте, и в Инстаграме не было бы тяжело финансово, эмоционально, я бы над чём-то одно сфокусировалась. Есть такое мнение, что в Инстаграме более платёжеспособная аудитория. Но всё меняется. В идеальном варианте по маркетингу надо выбрать одну площадку, Инстаграм, Контакт. И каждый раз... Вот есть деньги. Например, я выбрала Инстаграм. Есть деньги. Инстаграм, реклама. Первый запуск. Смотрю. Специалист отслеживает, улучшает, улучшает. Второй запуск рекламы. Опять Инстаграм. Третий. Опять Инстаграм. Если по маркетингу всё настроено, по специализации, вот как мы проходили всё, заявки будут на бесплатный вебинар или на бесплатную консультацию. Дальше. Как только мы получили эти заявки, задача каждую заявку получать дешевле. Вот. И обрабатывать эти заявки... Ань, там бюджетно. Надо тестировать. А, если бюджетно, хорошо. То есть у меня тоже бюджетно. Вот я к Юле обращаюсь. Пять тысяч в месяц. Она берёт за настройку рекламы. В том месяце я 15 тысяч ей оплатила. Бонусы были. Вот. С моей стороны. А так пять тысяч в месяц я к Юле обращаюсь. Понимаю, есть разные специалисты. Кто-то за месяц работы возьмёт 10, 15, 20 тысяч рублей. Это только работа таргетолога, специалиста по рекламе. И ещё бюджет на рекламу. Ну, я иногда думаю, что я финансово не потяну. Я пока только к Юле обращаюсь. У вас есть тоже её контакты. Вот. Ну, а тут важно найти своего специалиста по рекламе. С Юлей мы уже год вместе. Ну, периодически обращаюсь. Может быть, со временем надо таргетолога ещё другого посмотреть. Но я за стабильность, регулярность. И вижу, что Юля мне настраивает рекламу каждый раз лучше. Лучше. Она тоже со мной вместе тренируется. Вот. У меня сейчас месяц реклама шла. Сейчас я её остановила. Месяц возьму как отдых, посмотрю. Тоже всё считаю. Когда-то у меня было... Ну, то есть у меня тоже были вот эти финансовые риски, когда условно 50 тысяч вложила в рекламу, и никто не пришёл на курсы. Когда курс стоил первый, второй запуск, там, 5 тысяч рублей в месяц. И у меня было такое, что вложила деньги в рекламу, и никто не пришёл. Обидно? Обидно. Разочарование? Разочарование. То есть и, ну, важна, конечно, личная терапия в группе или один на один, чтобы мы проходили эти этапки ямы. Поэтому вот, Ань, вам тоже рекомендую с Натальей, с Кристиной, с Леной системно занимайтесь раз в неделю. Если работа некогда... Вот чувствуйте всё, хочу быть клиентом. Пишите в чате, помогите, хочу сегодня быть клиентом. Ну, и бартером, друг с другом, друг друга надо поддерживать. Потому что в профессии бывает по-разному. И я рекомендую в идеальном варианте первая реклама бюджетная должна быть, чтобы не было, как у меня, ну, как, вложила деньги, но не следила, какие есть заявки, то есть как эти деньги расходуются. Но напоминаю, как бывает, мы вложили деньги в рекламу, люди подписались, пришли на бесплатный вебинар или консультацию, и пока не купили. Так тоже может быть. Человек может через полгода купить. Вот, Ань, вы, прежде чем прийти в школу, вы же тоже наблюдали. Вот Кристина наблюдала, вроде бы полгода, Наталья год. Вот, то есть прежде, чем прийти на обучение, вспомните свой путь. Вот у меня, я у Кристины Кудрявцевой что-то купила только через полгода. Там у Галины Калиловой я пришла на какие-то курсы, тоже не сразу. Вот сегодня иду к Владимиру Любарову, тоже не сразу. Я смотрела какие-то ролики на Ютубе, слышала, ну, истории его учеников, и сегодня иду к нему на тренинг. Вот, интересно, какая группа соберется. Вот, и надеюсь, я что-то новое пойму, то, что я сама не понимаю. Так, Аня, я наблюдала пару недель и читала лекции бесплатные одновременно. Вот, Аня, как еще думаю, у вас, моя гипотеза, прошла хорошо сепарация с мамой. Вы, у вас достаточно психика крепкая. То есть вы курс прошли до конца, до самого, то есть вы все как губка, берете, берете, берете. Вот моя гипотеза. Такая аудитория, как вы, это как легкие клиенты, студенты, которые сами приходят быстро, знают, что им нужно, берут, берут. Психика крепкая, достаточно устойчивая. И сейчас вам это актуально. Вот. А расскажите потом в эфире про тренинг. Сегодня будет время, силы поделюсь. Мы до пяти часов занимаемся, с десяти до пяти. С часу до двух будет обед. Гостиница «Амбассадор». Вот. Ни разу не была. Но немножко волнуюсь, я же никого там не знаю, кто будет на тренинге. Плюс преподавателя видеть так по ютубу, а лично прийти на тренинг, быть в роли студента, ученика, тоже интересно. Буду слушать, вникать. Что-то я не понимаю, надо учиться. Ань, будет время, поделюсь сегодня и завтра. Итак, про маркетинг психологических услуг. На этапе «Ямы» нам нужна сила воли, поддержка коллег. Ань, у вас это я, Наталья, Лена, Кристина. Практикуйтесь между собой. Практикуйтесь, практикуйтесь. Можете также в чате писать, задавать вопросы по маркетингу, что-то еще. То есть важно, чтобы была поддержка, потому что маркетинг – это непростая тема. Плюс люди разные. Могут быть разрушенный человек, пришел на вебинар, на консультацию, и идет такая волна передачи внутренних состояний. И дальше человек у нас условно ничего не купил. А иногда думаю, слава богу, потому что тяжело работать с разрушенным клиентом. Но понятно, ну как, если человек пришел, я бы работала, но понимаю, что тяжело. И, конечно, нужна поддержка коллег. Окружение как банка с солеными огурцами. По маркетингу важно понять свою уникальность, анализ конкурентов. Вот, Ань, мы с вами это проходили. Смотрим, как конкуренты, коллеги продают свои услуги. Повторяем хорошие фишки. Не выдумываем велосипед. Повторяем, повторяем. И, конечно же, реклама. Системно, регулярно, по нашим финансовым возможностям. То есть должен быть постоянно приток, к новой аудитории. И важно за год системной работы выстроить свою систему привлечения клиентов. То есть у каждого психолога будет свой путь успеха. Что еще? Постоянное обучение сказала. Про боксера условно. Как понять? Это психолог, это наше, как наше призвание, наша профессия. Как боксер мы периодически будем получать по роже? То есть вот моя гипотеза, все психологи получают по роже. Особенно по маркетингу, по рекламе. Остаются не все. Вот именно те, чье это призвание. То есть и психологический бизнес, это бизнес, это предпринимательство, это риски. Надо научиться привлекать целевую аудиторию. Ну и подходить к этому вопросу по-взрослому. Вложили 10 тысяч в рекламу, смотрим, все считаем, анализируем. Следующий запуск рекламы. Учли эти ошибки. Новый запуск рекламы. То есть это какой-то путь, это системная работа. Если мы берем преподавателей по методу Аксесс Барс, вот у Марины Шакиной я проходила обучение, она три года системно работает. Системно дает рекламу, системно проводит эфиры, системно-системно. И, конечно, три года, если системно работать, уже можно научиться привлекать аудиторию. Просто вижу у коллег есть, ой, как же так, это же надо привлекать людей, перелеты в разные города, аренда помещения. То есть как это? Это системная работа, это тоже риски. Я Марины Шакиной не спрашивала ее путь, я спрашивала по рекламу, сколько на каждый город она дает рекламу, чтобы собрать аудиторию на класс Аксесс Барс или класс Основы. по телесной терапии. Она говорит, 1020-40 на каждый город, на каждый тренинг. Это только реклама. И тоже есть риски, там надо все считать. Но если системно, условно, моя гипотеза, она этим три года занимается, уже есть какая-то система привлечения целевой аудитории. Так и у каждого психолога, коуча, тренера. То есть надо настроиться, год системно работать и научиться привлекать аудиторию. Надо научиться давать рекламу. И, конечно, есть риски. Если вдруг пока у нас нет денег на рекламу, прямые эфиры. Вот сейчас я провожу прямой эфир. Ань, с вами общаюсь так. Все подписчики могут посмотреть эфир, со мной познакомиться, получить какую-то пользу, задать вопрос. Вот она тоже реклама. Это пассивная реклама, бесплатная. Я за это не платила. Интернет, телефон, эфир, все. То есть если пока нет денег на рекламу, прямой эфир, YouTube, Instagram, разные блоги, соцсети. То есть на всех площадках, где можем бесплатно себя разместить, себя показать, как мы работаем, пожалуйста. То есть часто же есть отмазка, вот у меня нет денег на рекламу, а что мне делать? Пока нет денег на рекламу, используем все возможности, где можно бесплатно показать себя, как специалиста. Ну, в идеальном варианте задействуем все. Вот. Что еще? Ну, конечно, внутри у нас есть детская инфантильная часть. Нам хочется волшебства. У меня тоже есть хочу волшебства. Волшебство есть, чудо каждый день. То есть мы дышим, это тоже чудо. Многие блага нам достаются, ну, бесплатно. То есть вот эфир в Instagram. Я же не придумывала эту площадку. Я тоже этим пользуюсь бесплатно, как и все. Да, за рекламу платить надо в Instagram. Ну, а так это бесплатная площадка. Мы можем пользоваться, ну, всеми благами, всеми чудесами. То есть чудеса есть. Но по маркетингу, как психологи, наша детская инфантильная часть, она хочет мгновенных результатов. Но психологический бизнес, это тоже бизнес. Надо системно работать, и все получится. Каждый из нас проходит свой путь героя в профессии. И есть разные этапы. Важна поддержка коллег. И, ну, вот у меня, я говорила, что если мы идем... Хорошего дня, Аня. Тоже сейчас буду уходить. Надо бежать. Спасибо за присутствие. То есть если мы идем путем индивидуации по юнгу, психология — это наша профессия, жизнь нас будет поддерживать. Можете провести небольшой эксперимент. Не надо мне слепо верить. Если вы психолог, но еще не начали проводить эфиры, писать статьи, общаться с аудиторией, начните идти этой дорогой. Как только вы начнете проводить эфиры, писать полезные статьи, вы почувствуете поддержку от жизни. То есть что вложили в жизнь, то и получили. То есть есть такая магия. Подумайте об этом, поразмышляйте. Все, я тоже убегаю. Всем хорошего дня и желаю включить взрослую позицию по поводу маркетинга психологических услуг. Частный психолог — это предприниматель. Мы за свои деньги ищем клиентов. То есть это взрослый путь. Важно помнить об этом. На всякий случай решила проговорить эту тему, поделиться какими-то своими инсайтами и инсайтами, осознаниями. Всем хорошего дня. Будет время. Сегодня-завтра поделюсь инсайтами после тренинга Владимира Любарова. Можете найти Владимира в YouTube. Подпишитесь. Рекомендую его обучение онлайн, либо вживую. Петербург, Москва и так далее. Обращайтесь. Рекомендую. И будет время. Поделюсь инсайтами. Всем хорошего дня и до встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова